Мимо статуи защитницы России каждый день проходят сотни горожан. Но мало кто задумывался, что воинственная фигура не только выражает мастерство каслинских художников, но и хранит интересную историю. Метровая статуя покорила гостей Всемирной французской выставки в 1900 году. Президент Франции Лубе хотел приобрести полностью каслинский павильон, включая вот эту скульптуру. Ему сказали, что Россия не продается. С тех пор пошла вот эта поговорка, притча. Сам Юрий Владимирович считает, что несмотря на всю свою уникальность, скульптура не сможет отразить на банкноте уральский дух. Куда лучше это сделает сказ об Урале. Я считаю, что оружие не должно быть на деньгах, даже с точки зрения защиты. Это мое субъективное мнение. А сказ об Урале – это труженик, мужик крепкий, хороший, отражающий. В общем-то, Урал – это и Тюмень, и Челябинск, и Екатеринбург, то есть все регионы. Из 200 вариантов осталось 10-15. Экспертный совет уже сказал свое слово. Теперь дело за Центробанком. Этой осенью Совет директоров Банка России может сделать уже окончательный выбор тех объектов, которые могли бы быть размещены на модернизируемых блокнотах. Наталья Шемухметова, Владислав Шашмаренков, Урал-1.